Hola amigos, bienvenidos. Сегодня у нас будет очень красочный урок, потому что сегодняшняя тема – Los colores, цвета. Vamos empezar. Сначала давайте посмотрим, какие они бывают, а затем разберемся с первым. Бланко, бланко, negro, negro, rojo, 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 verde, verde, azul, azul, gris, gris, marron, marron. Также в Латинской Америке знакомы как кафе, café, amarillo, amarillo, naranja, naranja. В Латинской Америке кат анаранжадо, rosa, rosa. В Латинской Америке кат rosадо, rosадо, морадо, морадо, и гранатэ, гранатэ. Отлично, мы уже видели основные цвета в испанском языке. Название всех цветов в испанском мужского рода. Например, negro, черный. El negro es mi color favorito. El negro es mi color favorito. Черный – это мой любимый цвет. Но при использовании в качестве прилагательного цвет должен согласоваться с существительным. Por ejemplo, mi puerta es negra. Mi puerta es negra. Моя дверь – черная. Тут главное отметить, что не все цвета имеют согласование в женском роде. Отлично, мы рассматривали цвет черный. Как заметили, черный имеет согласование и в мужской, и в женский род. Negro – negra. А также имеет множество числов. Negros – negras. Следующий цвет. El siguiente color es blanco. Blanco также blanco. Blanco – blanco. 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 Blanco оканчивается на «э», на буква «э», но мы заметили, что она является женским родом с помощью артикля. Поэтому мы отвечаем следующим образом. «La nieve es de color blanca». «La nieve es de color blanca». «Снег» – белого света. «El coche es blanco» – белая машина. Здесь «el coche» является мужским родом, поэтому «blanco» также называется существительным. «Blanco». «El siguiente ejemplo» – «la casa tiene paredes blancas y techos altos». «В доме – белые стены и высокие потолки». В данном примере мы заметили, что слово «paredes» – женский род в множественном числе, поэтому мы использовали «blancas». «El siguiente color» – «el rojo». «Rojo» – «roja». Также имеет мужской и женский род. «Rojo» – «crasный», «roja» – «crasная». «Por ejemplo». «La manzana» – «es roja». «La manzana» – «es roja». «Красная» – «яблака». «Тут заметил что». «В этом первое, «manzana» – «яблая» – «sajанский род», поэтому мы используем «roja». «El siguiente ejemplo» – «el vestido rojo» – «está en la habitación de mi mamá». «Первуется как красное платье в комнате моей мамы». «В этом примере заметили, что «el vestido» – «on» – мужской род и единственное число, поэтому мы используем слово «rojo». «El siguiente color» – «verde». «Verde» – «zelione». «Род цвета не меняется, но из них образуется множество числя». «Давайте посмотрим на пример». «El jardín tiene césped verde». «В саду есть зеленая трава». «В испанский языке» – «слова». «Césped» является мужским родом. «El siguiente ejemplo» – «los coхines verdes del sofá». «Los coхines verdes del sofá». «Зеленые диванные подушки». «Зеленые диванные подушки». «Слово coхines» находится в мужском и в множественном числе, поэтому мы используем «verdes». «Verdes». «El siguiente color» – «el azul». «Azul». « Swan». «Так же, как и verde. «Род цвета не меняется». «Но из него образуется множество числя». «Тienes ojos azules». «Tienes ojos azules». «У тебя голубые глаза». «Тут существительные ojos», «показает, что мы говорим про глаза в множественном числе». El siguiente ejemplo es mi cama es azul, mi cama es azul, моя кровать сильная. В данном примере существительный cama является женским родом, но причем слово azul не меняется, то есть мы не используем azul, это неправильно. Azul для мужского и для женского тоже самое как и verde, для мужского и для женского. Обратите внимание, что на вот эти две примеры мы использовали вроде как две разные цвета. Я бы сказал голубые и также использовал синие. И дело в том, что в испанском языке мы можем использовать цвета плюс прилагательные, чтобы уточнить цвет. Давайте посмотрим это со светом gris. Для него также род не меняется, то есть будет только мужской род, но из него можем проразоваться множеством числя. В данном примере мы использовали свет плюс прилагательные. И всегда мы используем сначала свет, после него добавляем прилагательные. Либо oscuro, как в данном примере, либо claro, oscuro, темный, claro, светлый. В данном примере мы используем. То же самое, что вот есть разница между темной серией и светлой серией. То же самое, если бы мы использовали со светом azul. Azul oscuro, azul claro. В данном примере мы используем. Амарило. 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 Желтый. 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 В данном примере слово гараж является мужской род. «В Моноженностью» в..... поэтому мы используем. Амарило. Вот поэтому мы используем. Амарило. «Ласплантас tienen flores amarillas». Амарило. «Ласплантас tienen flores amarillas». У растений жёлтые цветки. В данном примере существительный flores является женским в множественном числе. Поэтому мы используем amarillas. Отлично. Vamos con el siguiente color. El color naranja. Naranja. Он, так же, как и azul, verde, gris, не меняется. То есть только в мужском роде. Норанга. Причём он заканчивается на A. Но он является мужской род. Норанга. Оранжевый. Vamos a ver los ejemplos. La mesa es naranja. La mesa es naranja. Стол оранжевый. Например, в испанском la mesa является женский род. Поэтому употребляем «норанжа». El siguiente ejemplo dice. Las escaleras son naranjas. Las escaleras son naranjas. Лестницы оранжевые. В данном примере мы использовали «норанjas» в множественном числе, благодаря существительным, которые находятся также в множественном числе. El siguiente color es «норанжевый». является женский род. Поэтому мы используем «марон». Если вы помните из предыдущих видео, слово «марон» не меняется. Не «марона», «марона» неправильно сказать, просто «марон». Но из него мы можем прогрессовать множество числя. Например, «tu sojos son marones claros». «Tus sojos son marones claros». «Твои глаза светлокари». В данном примере мы согласовали две прилагательные – «маронес», потому что существительный «охос» находится в множественном числе, и прилагательный «кларос» по той же причине. «Марones claros». То есть обязательно оба прилагательные согласуйте. «El siguiente color es rosa». «Rosa». «Rosa». «Росовый». И имейте в виду, что слово «роса» имеет два значения. Я думаю, что вы уже догадываетесь. Первый пример. «La habitación de mi hija es rosa». «La habitación de mi hija es rosa». «Комната моей дочери розовая». В данном примере слово имеет значение как «цвет». А во втором примере «la rosa es roja». «La rosa es roja». «Роза красная». Следующий цвет – это «morado». «Морадо». «Морадо». Также он имеет и мужской, и женский род. «Морадо» и «морада». «Морадо». Переводится как «фиолетовый». Но я должен сказать, что в испанском существует еще цвет «viолета». «Violeta». «Виолета». «Вид's a catcак сиро не «ми». «Вамус» за веррать плюс». «Ми пи-зо её сморадо». «Мина donuts». «Мена 사량 esas huolineты». «Моя квартира» фиолетовая. Помните «пи-зо» имеет два значения – как «квартира» и «как этаж». «В данной Shaylsk %» El siguiente ejemplo dice, «Las plantas del edificio son moradas», «Las plantas del edificio son moradas», это же издание фиолетовое, помните, что также слово «plantas» имеет два значения, «этаж» и «растение». El siguiente color es «granate», «el color granate». «Он не меняется, он только». «Гранate», «Vардови». «Vamos a ver los ejemplos». «La puerta es de color granate oscuro». «La puerta es de color granate oscuro». «Divier» темного ордового света. Следующий пример. «Los uniformes granate están en la lavandería». «Los uniformes granate están en la lavandería». «Vardovia uniforme», «Vo practición». «В данном примере los uniformes» находится в множественном числе. Но причем слово «granate» не меняется. Она сохраняет свою форму. «Granate». На сегодня это все. Постараюсь изучить и повторить материал, и попробуйте использовать его в разных частях вашего дома. Давайте вместе ответим на этот вопрос. «Que colores tiene el arco iris?» Еще раз. «Que colores tiene el arco iris?» «Какие цветов у радуги?» Напишите в комментариях и выполните домашнее создание. Nos vemos. Adios!